Доброго дня всем, кто работает на селе! Сегодня 21 марта, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Пшеница на мировом рынке дешевеет, семена пионер исключат из реестра, удобрением и средством защиты предсказали падение цен. Эти и другие новости сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пшеница на мировом рынке дешевела и французская пшеница. Сегодня ее цена – 289 долларов за тонну. Аналитические центры Русагротранса прогнозируют, что цены на пшеницу продолжат падение. Так, например, в июне котировки находятся на уровне около 280 долларов за тонну, а на новый урожай в июле цена – 270-275 долларов за тонну. В Русагротрансе отмечают, что это уровень цен – августа 2021 года. Пшеница на мировом рынке дешевеет под влиянием трех факторов, считает гендиректор Экар Дмитрий Рылько. Во-первых, это связано с подешевением всех сырьевых товаров, которое произошло в результате монетарной политики развитых стран. Опасаясь очень высокой инфляции, они начали повышать ключевые ставки. И это затруднило, так сказать, кредитование, что стало сдерживающим фактором для торговли. Вторая причина, по мнению Рылько, в довольно высоких запасах продовольствия в странах-импортерах. Еще во время пандемии, а потом и на фоне специальной военной операции, возник ажиотажный спрос на зерно. И его остатки к концу 2023 года оказались достаточно высокими. Наконец, специфическую роль сыграл зерновой коридор. Пшеница из Украины перетекла в Европу, вместо того, чтобы, как выразился Рылько, мелкими ручейками растекаться по 60-70 странам. В итоге в Европе возник избыток предложения, который заставил цены на пшеницу покатиться вниз. И по цепочке зерно стало дешеветь на рынках сбыта Европы. Кстати, похожая ситуация произошла с Казахстаном, куда перетекло много зерна из России. В результате пшеница подешевела в странах Средней Азии, куда Казахстан традиционно продавал свой урожай. Все эти идеи Дмитрий Николаевич Рылько изложил на конференции Eurasian Agrico. О ценах на пшеницу внутри России по-прежнему нельзя сказать ничего хорошего. По данным аналитического центра Русагротранса в портах, цена закупки упала на 250 рублей, до 14 200 – 14 300 рублей за тонну без НДС. На малой воде стоимость пшеницы 4 класса – 12 300 – 12 500 рублей за тонну. В прошлом году цены составляли 19 700 и 16 400 рублей за тонну соответственно. Спрос на пшеницу со стороны экспортеров в Русагротрансе назвали умеренным, объяснив, что сейчас трейдеры заняты отгрузкой уже закупленных объемов. При этом отгрузки идут рекордными темпами. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сообщила, что за первые 20 дней марта на экспорт было поставлено 2 700 000 тонн пшеницы, а всего зерна – 3 167 000 тонн. По итогам марта может быть отгружено 4 900 000 тонн зерновых, что на 26% больше, чем в прошлом году. Пошлина на пшеницу остается достаточно высокой под влиянием ослабевшего рубля, а цены на пшеницу 4 класса продолжают медленно опускаться, причем во всех регионах России. На прошлой неделе правительство России продолжило обсуждение темы импортозамещения семян. Ей были посвящены парламентские слушания в Госдуме. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что некоторые зарубежные компании нас кинули, и теперь их гибридам не место в государственном реестре. Собственно, почему мы поменяли нашу политику в отношении селекции? Потому что ряд компаний повели себя некрасиво, плохо, непорядочно, ну и вообще просто, ну не буду говорить плохие слова, короче, плохо повели. Ну, собственно, основная компания, которая шла с рынка, это Картева, которая производила основной бренд Семен Пионер. У нас там половина народа на них сидела. Ну и что сделала Картева? Она ушла, все свернула, свои сорта оставила в реестре, и теперь пытается, значит, завозить эти сорта прекрасненько в нашу страну. Ну, соответственно, делать они это будут недолго, потому что эти сорта, скорее всего, мы вместе с госсорткомиссией исключим из реестра, потому что к этому надо. То есть я вот всех обращаю внимание, специально об этом говорю, что компания нас кинула, она подставила страну, поэтому мы с ней работать не будем при таком подходе, и ее сортов не будет в нашем реестре. Поэтому просто, когда весь бизнес ориентируется на эти сорта, имейте в виду, да, просто лучше не надо этого делать, потому что, ну, потом их не будет, вы просто не сможете с ними работать, а вы будете закладываться на то, что, ну, вы будете их покупать, будете на них рассчитывать, еще что-то не надо на них рассчитывать, их не будет. Видимо, таким образом Минсельхоз хочет покончить с практикой, когда официально компания в России больше не работает, но бигбеги с гибридами, с ее семенами при желании можно найти. Оксана Лут, впрочем, подчеркнула, что Россия от зарубежной селекции не собирается отворачиваться, при условии, конечно, что производство семян селекционными компаниями будет локализовано. Цитата. «Чтобы в России, начиная с зародышевой плазмы, все было». Лут подчеркнула, что Минсельхоз ждет нормальной локализации, а не так, как было по тракторам и комбайнам. Ну, это, видимо, камень был брошен в огород Минпромторга. Из важного для науки. В законе о семеноводстве ведут пункт о пространственной изоляции. Такое требование уже давно выдвигали отечественные селекционеры. Кроме того, в федеральной научно-технической программе появятся так называемые показатели внедрения. То есть теперь правительство будет оценивать успехи отечественной селекции не по количеству созданных и зарегистрированных гибридов или сортов, а по тому, насколько они действительно входят в производство. Надо сказать, что первый пинок к внедрению российской селекции региона уже получили. На сайте Минсельхоза вы можете найти очень интересный план высева семян отечественной селекции. Он включает картофель, кукурузу, подсолнечник, гировой рапс, сою и сахарную свеклу. Ну и вдогонку к теме зарубежной селекции. Новость, которая не касается аграрного рынка напрямую, но, тем не менее, влияет на него. Владимир Путин на прошлой неделе дал однозначный посыл, как относиться ко всему иностранному. Президент назвал не совсем корректной формулировку «недружественные страны». Он отметил, что есть, скорее, недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, но это не относится к странам в целом, к населению этих стран и хочется также надеяться к зарубежному бизнесу. В текущем сельскохозяйственном сезоне цены на пестициды должны снизиться на 10-20%. Такое заявление в журнале «Агроинвестор» опубликовал гендиректор компании «Август» Михаил Данилов. Бизнесмен отметил, что главным фактором роста цен на химию был энергетический кризис в Китае, который начался в сентябре 2021 года и впоследствии охватил страны Европы. Огромное количество предприятий химпрома Китая с началом кризиса перешло на неполную рабочую неделю. Возникли перебои с производством полупродуктов, и в итоге это вызвало некоторый дефицит действующих веществ. В результате, по оценке эксперта, цены на пестициды в 2022 году выросли на 30-40%. На сегодняшний день, пишет Данилов, ситуация нормализовалась. И хотя цены не упали до уровня 2021 года, по разным позициям цены на препараты в нынешнем сезоне должны оказаться ниже на 10-20%, чем в прошлом сезоне. Конец энергетического кризиса в мире ознаменовался еще одним событием – падением цен на минеральные удобрения. Рейтинговое агентство ФИЧ ожидает, что в текущем и следующем году аммиак подешевеет с 750 до 600 долларов за тонну, карбамид – с 500 до 350 долларов за тонну на базисе ФОП «Ближний Восток». Это на 40-45% ниже уровня прошлого года. Хлористый калий подешевеет примерно на 30%. Его цена в текущем году опустится до 450 долларов за тонну, а в следующем году – до 300 долларов за тонну. На стоимость карбамида давят как более дешевый газ, так и поставки из подсанкционных стран России, Ирана и Венесуэлы, пишет ФИЧ. Избыток предложения на этом рынке продолжит оказывать давление на цены. Помимо увеличения экспорта из Китая, в 2023-2024 годах ожидается также ввод новых производств в Египте, Турции, России и Венесуэле. Кстати, средняя стоимость диамонии и фосфата в 2023 году по оценке ФИЧ составит 550 долларов за тонну против 900 долларов за тонну в прошлом году. А в 2024 году диамоний и фосфат может подешеветь до 380 долларов за тонну. Впрочем, прогнозов по ценам на удобрения внутри России мы, к сожалению, не нашли. С 1 декабря 2023 года все КФХ, которые производят молочную продукцию, будут обязаны подключиться к системе цифровой маркировки этих товаров. Замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжаева, выступая в Совете Федерации, настоятельно рекомендовала бизнесу подготовиться к этому заранее. По ее словам, оператор системы маркировки, это Центр развития перспективных технологий, или ЦРПТ, подготовил для фермеров 5 типовых комплектов оборудования. Это, цитата, «недорогие коробочные решения, позволяющие начать маркировку в короткие сроки», сказала Приезжаева. Чтобы фермеры активнее внедряли маркировку молочной продукции, ЦРПТ даже готов софинансировать покупку оборудования. Тем, кто подаст заявку на приобретение оборудования с 1 апреля до 15 июля, разрешат оплатить только 50% стоимости, а вторую половину расходов ЦРПТ возьмет на себя. Пользователь сможет выбрать подходящий комплект оборудования на сайте честныйзнак.рф, сообщают в ЦРПТ. Тех, кто после предыдущей новости вздохнул с облегчением и сказал «Слава Богу, я молоко не перерабатываю, только произвожу», хочу огорчить. Система маркировки вас тоже коснется. Правда, уже другой маркировки. С 1 марта 2024 года для всех хозяйств, в том числе и для личных подсобных, станет обязательная государственная идентификация скота. Всех животных будут маркировать, а сведения о них вносить в модуль Хариот – государственной ветеринарной системы, так называемой ВГИС-ВЕТЬ-ИС. Хариот уже работает в тестовом режиме, и в добровольном порядке некоторые хозяйства вносят туда информацию. Каждой корове, быку или свинье в системе присваивается уникальный идентификационный номер. Аналогичные номера также присваиваются группам птиц, рыб и пчел. По данным Росвельхознадзора, к настоящему моменту уже 2 миллиона 100 тысяч голов скота было зарегистрировано в индивидуальном учете, а также 33 тысячи групп животных в групповом учете. Но, как это часто бывает, чем ближе дата обязательной маркировки, тем больше вопросов возникает у хозяйства о том, как это все будет происходить. Вот, в частности, что беспокоит фермера Наталью Зубареву из Красноярского края. Мы посмотрели, как мы ведем. Естественно, у нас большое поголовье, на данный момент 9 тысяч. Естественно, мы животных всех маркируем, учитываем, но сразу возникло много вопросов. Первое. Когда я связалась с районной ветстанцией и выслала им проект законодательства, то я, как поняла, они от меня первые узнали об этом. У меня вопрос, справится ли наша районная ветслужба с тем объемом информации, которую мы ей предоставим. То есть 9 тысяч поголовья только в нашем хозяйстве. И с тем, как мы размножаемся, это будет, я так думаю, к марту 2024 года это будет 12 тысяч, а к сентябрю 2024 года, я думаю, все 16 будет. У нас животные все племенные, завезены, они пришли сразу с респондерами. Те животные, которые рождаются у нас на комплексе, мы тоже чипируем телочек. То есть женское поголовье у нас все зачипировано. Бычки у нас ходят с бирками, потому что это будущее мясо. Вот опять же цель содержания. Мы сейчас племенимся, то есть в данный момент у нас молочное направление, есть мясное направление. Завтра мы применимся, меняется цель содержания животных, племстатус появляется, как поступаем дальше. Меняется, что-то не меняется. И тоже есть такой страх, что мы обрушим наши информации, все информационные системы, они не выдержат такого объема информации. Например, у нас ведется силикс, конечно, и если он будет интегрироваться с хариотом, это было бы, конечно, здорово, вся информация перешла в вопрос, кто это будет делать. У меня в данный момент, например, на предприятии всего два врача с высшим образованием. И четыре ветврача со средним, специальным. Два зоотехника. То есть им сейчас бросить заниматься своей работой и заниматься этим. Большие вопросы. На круглом столе в Госдуме, где обсуждали маркировку животных, представители исполнительной власти пообещали ответить на все вопросы животноводов, чтобы внедрение системы прошло гладко. Ну а тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства проанонсировал еще одну в ГИС. Теперь уже для племенных животных. По словам Мишустина, в России появится единая база данных племенных хозяйств, куда сможет подключиться любой фермер, зайти через портал госуслуг и подобрать для себя самые продуктивные породы животных. В пилотном режиме система будет запущена в четырех регионах России уже в этом году. Второй этап запланирован на 2024-2026 год. Он включает в себя регистрацию 13 видов племенных животных из 85 субъектов РФ. А с 1 марта 2026 года племенные свидетельства на животных и разрешение на импорт племенной продукции будут предоставляться в виде выписки из этой системы на безвозмездной основе. И последняя новость, чтобы немного вас развлечь. Неожиданно сбылось предсказание главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В августе прошлого года он заявил, что Россия скоро будет поставлять овощи в Европу, потому что газовая политика ЕС приводит к тому, что теплицы там становятся нерентабельными. И вот на днях немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что несмотря на введенные санкции, в Польше продаются дешевые огурцы из России. Они стоят на рынке 11,7 евро за 5 килограммов или около 200 рублей за килограмм, если переводить в рубли. Журналисты Berliner Zeitung нашли овощи на оптовом рынке в населенном пункте Брониши, отметив, что десятки фур привозят из России огурцы и помидоры. Огурцы, произведенные в Европе, стоят гораздо дороже, это беспокоит фермеров. Остается только посочувствовать им и порадоваться за российских тепличников, которые и в Европу поставки наладили, и внутри страны держат цены. По данным Минэкономразвития, огурцы с начала года подорожали на 13,5%, томаты почти на 58%. Картофель в рознице, кстати, тоже подорожал на 8% с начала года. И тут грех не рассказать историю, которая произошла в Приморском крае. Фермер из Чугуевки выбросил в селе Вольно-Надеждинском 27 тонн отборного картофеля. По его словам, супермаркет отказался разгружать машину, которая три дня простояла у торговой точки. В итоге глава КФХ не нашел ничего лучше, как выбросить клубнеплод на землю. К радости, конечно, местных жителей. А мог бы, к ужасу польских фермеров, также довезти свою фуру до села Бронишев в Европе. На этом наш выпуск завершен. Друзья, желаем вам хороших полевых работ, здоровья, успехов во всем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам нравятся наши выпуски. И, конечно, донаты от вас тоже приветствуются. На этом все. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»